всем приветики приехал ко мне сегодня мой новый жесткий диск от фирмы seagate one touch называется на 2 терабайта я уже как-то опасаюсь всех этих покупок интернет потому что в прошлый раз я покупал телефон и он оказался как будто бы вскрытым поэтому я сейчас вот когда получил вот здесь даже можно они показалось подумал андроид к андроиду подумал нужно подключать но по идее можно через переходник простое резервное копирование только непонятно сколько здесь гарантии потому что у меня в чек-листе написано что гарантия соответствии с гарантией производителя кстати это круто потому что некоторые магазины говорят гарантия год а производитель пишет три года так почему они дают год если производитель говорит три года а здесь пишут в соответствии с производителем если производитель даст 10 лет то значит и магазин все эти 10 лет будет давать гарантию вот и собственно что здесь вот я смотрю наклеечки есть на них нарисован значок фирмы seagate то есть где это seagate вот он seagate и здесь скотч со значком seagate то есть это оригинальный скотч не какой-то левый который кстати вот но обычный скотч наклеил а именно фирменный потому что значок seagate то есть видно что это не какая-то левая наклейка именно seagate то есть фирменная даже здесь еще вот и написано на ней seagate то есть это не просто скотч какой-то левый а именно фирменный то есть как минимум то что ее не вскрывали получается хотя и могли открыть обратно приклеить но я не вижу чтобы здесь были какие-то обычные шкоды отклеиваешь царапки остаются здесь не видно чтобы кто-то царапал ну то есть она выглядит так как как ну как новенькая ну то есть там какие-то вот где-то воздух отошел но просто не произвелись когда в году я не помню в каком на несколько лет назад за несколько лет за два-три года явно же что уже могли здесь какие-то пузырьки появится столько лет лежать но именно царапок не видно я теперь уже на этом что-то заморачиваюсь после того как мне хонор подсунули вскрытый я уже начинаю заморачиваться раньше не заморачивался купил сразу открывал а сейчас я вот рассматриваю все эти наклеечки вот нижняя чтобы не вскрыто было хотя это нужно делать когда получил то есть и привезли товар не оплачивать его как я отдал деньги забрала дома рассматриваешь а именно прямо у курьера сказать покажите взять осмотрите наклеечки и только после того с телефоном теперь точно так буду делать если возьму новый телефон сначала все осмотрю только потом отдам деньги но жестким диском и так не делал конечно хотя тоже надо было ну ладно я как смотрю вроде все нормально поэтому можно вскрывать хотят вскрывается обычно сверху так где-то по подколупать можно вот таких вот сам как же не было вот я начинаю царапать нам так нормально приклеена кстати все так отклеишь так наверно уже нормально не приклеишь но это действительно распаковка она порвалась я открывал и она пополам порвалась то есть если бы кто-то вскрывал по идее она должна была порваться она была целенькая плюс не поцарапан еще это отрывается еще бумажка отрывается а почему решил купить этот жесткий диск так внутри там еще что то есть он даже какой-то серийник внутри или что это штрих-код ничего себе обычно такого нету коробочка и здесь получается внутри что он тачь то инструкции что да какая-то инструкция насчет она здоровая какая-то ничего себе откуда начинать отсюда вставляем провод и вставляем в компьютер на компьютере просто открываем и да или что и готова здесь она английском а может быть та страна на русском не не то с картинками только тут а здесь языки здесь разные языки и вот он русский они входят в комплект поставки а нет входит стой подожди а чего для портов usb и си требуется кабель и с разами микробей и избить и не входит нужно какой-то же входит наверно они имеют аду type-c не входит в комплект отформатированных экспорт для использования спк а мы отформатировали ntfs кстати меня удивляют люди которые покупают жесткий диск и говорят а там не 2 терабайта там 1.8 терабайта но так правильно в ntfs 1.8 потому что ntfs система забирает объем а если вы экспорт то будет полный объем но по идее поэтому для таких гениев отформатировано в такой формат видимо которые не понимают что есть но еще в тип тип к типу форматирования может съедать пространство но и все принципе вся инструкция нам только подробная информация на сидит на всех языках короче универсальная меня до жестких дисков сидеть и 250 и на терабайт оба работают до сих пор она а внешне эти это первый меня 35 от сегейта 222 штуки два работают получается вот у меня есть 35 но это не сидит а хитачи но здесь 43 терабайта мне нравится что он два блина он толстый и вибрирует я хоть я его когда-то покупал как расширение пространство которое у меня закончилось на компе но из-за того что он вибрирует я им не пользуюсь и два таких 3 3 5 дюймовых но с одним боленом у меня эти гейта именно для компьютера и они работают до сих пор нормально все уже много лет а вот внешне эти гейта это мой первый не знаю как он будет работать но именно внутренние мне внешние внутренние нормально работает иногда там пощелкивает но ничего страшно работает так и здесь как упаковка защита защищена от ударов то есть если здесь что-то будет сверху падать она сама защитит от самортизирует полум получается упаковка защищает от ударов то есть сверху что-то будет подать она не даст на тронуться на жесткого диска также снизу если что-то будет падать на него или он marry она бывает подaca не на знаю дотронуться до диской только бака то боков кто-то сверху снизу мало просто много много защиты а по бокам мало то есть вот он а здесь тоже мотиве он конечно на не так так как здесь явно потолще снизу вообще много сверху поменьше а по бокам вообще мало так что достаем жесткий диск все это кстати эта коробочка хороший способ его переносить то есть если у вас нету какого-то бокса продаются же такие боксы но типа коробочки специальные для жестких дисков ну большие мягкие в которых он лежит и защищен в принципе вы можете в этом переносить то есть если он куда-то нести не в кармане не в сумке вот сюда положили и несете и здесь он хорошо защищен довольно таки поэтому у меня в первое время но он будет храниться здесь я буду его использовать а когда он будет не использоваться до тех пор пока не куплю для меня специальный бокс который продается для жестких дисков который я уже показывал кстати на распаковках он будет храниться вот здесь здесь тоже такое хорошее хранилище вот и собственно у нас есть комплекте провод для подключения но он короткий почему-то во всех жестких дисках провод короткие дима чтобы быстрее скорость передачи данных было и чтобы не сериал не терялась скорость и энергия потому что чем длиннее провод может скорость уменьшаться и меньше питания поступать и за это он будет щелкать ну на синий значит на usb 3.0 вот собственно сам жесткий диск здесь интересно заклеена ну да приклеена так и там еще были там кстати разные варианты были этого жесткого диска был вариант черный цвет то есть он полностью черный пластмасска черная и вот это и вот это металлическая пластинка черная мне такой не понравилось он был самый дешевый потом вот эта штучка черная а это серебристая но мне тоже не понравилось что я хотел беленький цвет а беленький там были варианты это красная их красную хотел. Было бы круто, если бы это было белое, а это красное. Вообще красиво. Но такого варианта не было. Был еще розовый, но розовый мне не понравился. И вот такой синенький. Вот он. Ну так кажется, что он серый, потому что свет отражается. На самом деле вот он синенький. Просто на металле отражается свет, поэтому камера не может нормально показать. Так вообще кажется, что он серый. На самом деле вот он, он синий. Здесь получается значок синий, это белый, а здесь лампочка тоже по идее белая. Ну и вот он. Сюда подключается кабель. Один разъем microUSB, а второй типа питания. MicroUSB это через него данные видим передается, а это питание через кадра питается жесткий диск. Ну и вот оно. Сзади все его характеристики. Ну что могу сказать. На вид тоненький, приятненький, красивенький. Не знаю, как он будет работать. Надеюсь, что хорошо. Это нужно проверять. Ну, пользоваться им и проверять, как он будет работать. Пока что еще ничего не могу сказать, у меня еще ни одного внешнего Seagate не было. Были у меня два Transcent внешние жесткие диски и еще какой-то. А, и Samsung. А вот именно Seagate не было. Буду пробовать. Но внутренние, не внешние, а внутренние. Хорошо себя показали. Хотелось бы, чтобы это была синенькая. Такое же, как кабель. Типа HPSB 3.0. Но так прикольно он тоненький. Может быть, какой сантиметрик. Как даже тоньше мизинчика. Ну и вот он. Ну как такой, как блокнотик. Вообще прикольненький. Мне нравится. Вот. Ну а на этом все. Всем покидава. Субтитры сделал DimaTorzok